Рад приветствовать вас, дорогие друзья, на канале ОМЗАП. С вами я, Роман. К нам сегодня обратился владелец автомобиля Гранд Старекс 2010 года выпуска с двигателем G4 КГ с жалобой на стук ДВС. Ранее к нам владелец уже приезжал, и мы делали ему эндоскопию, где обнаружили задиры во всех четырех цилиндров. Сейчас давайте же мы заведем двигатель и послушаем какой же там стук под капотом. Давайте присядем, посмотрим на салон и посмотрим какой пробег у этого автомобиля. Да, к сожалению, мы все не молодеем, так же, как и автомобили. Ну, сказывается, 10-летний возраст, но так, пыльненький, потертый салончик. Салон немножко потерт, но, естественно, 10 лет, что же вы хотели. Тем более, скорее всего, была интенсивная эксплуатация. Удивляться здесь нечему. Итак, пробег у нас 210 тысяч 499 километров, если быть точным. Ну что ж, заводим. Старт. Даже отсюда звук слышен. Горит чек. Пойдемте-ка, подойдем под капот. Под капот засунем ухо. Да, слышно постукивание. Сейчас еще немножко подготовим, чтобы убедиться. Главное, чтобы не высыпалось ничего оттуда. Разбирать, дефектовать и посмотрим на проблемы, которые возникли с этим двигателем. От греха подальше заглушили двигатель, дабы не провоцировать последствий. По последней информации, владелец ездил на масле Shell Helix 540. Ну и, судя по этой наклейке от Liqui Moly 540, соответственно, вязкость он не менял, но периодически, по всей видимости, менял производитель этого масла. Поэтому давайте дождемся дефектовки и посмотрим, что нас ждет внутри. Подняли наш Grand Starex на подъемнике. Ну что, можно сказать, годы берут, конечно же, свое. Начинается коррозия на кузове. Остановить ее, к сожалению, современными метрами до конца не удастся никогда. Но желательно сделать антикоррозийную обработку, если владелец надеется ездить еще долго и счастливо. По подвеске, в принципе, все резиновые элементы изношены. Развалилась от времени, высохла. Стойком стабилизатора заднего, тоже, если видно, вот отсюда, если снять, и так прям болтается. И чувствуется прям, как люфтит. И с этой стороны то же самое. Даже слышно, как она щелкает. Соответственно, резиновые соленблоки на этих тягах продольных реактивных замены. Амортизаторах у нас резинки отслоились. Пойдемте дальше, посмотрим. Глушитель целый. С ним, кстати, проводились некоторые небольшие работы. Совсем маленькие-маленькие. Видите, вырезали. Катализатор. Кардан живой. Люфтов нет в крестовинах. Но и здесь, во всей видимости, сальник вторично. Следы попадания масла на него. Хотя здесь потеков нет. Но будут поменять. Так, дальше, что у нас спереди? Спереди мощный подрамник. На рычагах задние соленблоки. Под замену на обоих рычагах также. Устало и высохло. И здесь точно так же стабилизатор переднего. Тоже если... Ну, камера, наверное, звук не передаст, но вот рукой чувствуется люфт. Стучок. Вот даже слышно, наверное. Под замену. С левой стороны живая. Положим инструмент. И опорный подшипник стойки. Вот с этой стороны прям тоже по колесу чувствуется, как он в крайнем положении подкусывает. Тоже желательно. В принципе, до 209 тысяч километров пробега. Но опять же, мы не можем точно утверждать, была ли здесь вообще замена каких-либо элементов подвески. Потому что у нас нет истории этого автомобиля. Он к нам приехал. Первый раз на, как я уже говорил ранее, эндоскопию. Мы посмотрели в состоянии цилиндров. А что... Владелец... Сказал. Посмотрите. Согласуем, сделаем. Здесь тоже самое. Рулевая, живая. По двигателю, ну, там где-то, если увидишь, снимешь. Небольшое запотевание в задней части головки блока. Ну, это при стеме мотора. Все посмотрим. И уже более детально расскажем. Ну, 10 лет все-таки возраст для автомобиля. Практически как для собаки. Ну все, давайте сейчас займемся двигателем непосредственно. Обратите еще внимание. Вот так ездить не рекомендуется. Вообще, в принципе, запрещено. Спереди у нас стоит резина одного размера и одного производителя. Одинаковая. А сзади у нас стоит резина разная. Мало того, что она разного производителя, она еще разного рисунка. Так она еще и разного размера. Потому что сзади у нас стоит 16. Здесь у нас Ханкук, а сзади у нас Гамма. И размерность у нее 205 на 70, 16. Ну, внешний диаметр у них почти не горит лампочка АБС. Если бы был разный диаметр, естественно, АБС бы посмотрело, что колеса вращаются с разной скоростью и зажгла бы ошибку. Но в данном случае этого не происходит. Но вот с разным рисунком протектора на одной оси ездить категорически запрещено. Тем более, он лысый, как коленка воробья. Так что не рекомендуется. Это опасно для жизни. И не только для своей, но и для жизни окружающих. Поэтому не экономите на безопасности. Поскольку верстак у нас небольшой, то все внутренности двигателя у нас на верстаке не помещаются. Поэтому давайте начнем постепенно осматривать состояние деталей разобранных. Итак, сразу тут можно увидеть, что очень большие масляные отложения на внутренних частях и поверхностях. Вот передняя крышка с большим нагаром и коксом каким-то. Скорее всего, это связано с тем, что владелец менял часто масла разные марки. Потому что на капоте, если помните, висела наклейка ликвимоли. Последний раз он заливал масло Shell. И, соответственно, из-за конфликта присадок достаточно интенсивно идет образование масляных отложений. Вот так же видно здесь. По состоянию коленчатого вала давайте посмотрим. Вкладыши и шейки все ровненькие, хорошие. Давление в двигателе было. Чуть попозже переместимся к головке, тоже посмотрим на состояние валов и постелей. Стружки в поддоне мы не наблюдаем. Что тоже говорит о том, что не сильные, не фатальные разрушения в двигателе. Хотя владелец ездил достаточно давно со стучащим этим двигателем. Вот мы уже в начале об этом тоже кратко упоминали. Так, свечи зажигания нужно заменить. У них имеется вот нагар с надной свечей, где-то тут видел. Вот он. Пробой, скорее всего, по нему проходит. Ну и раз двигатель будет ремонтироваться, то и экономить на свечах неразумно. И лучше их поставить новое. Пока космические корабли выраздят просторы Вселенной, время продолжает свой невмонимый век. Так вот, не будем отвлекаться и отвлекаться словом по древу, А начнем... Вернее, продолжим нашу дефекторку. Двигатель G4KG является основоположником в своем классе. Это первый двигатель серии TETA. Его отличие от последующей модификации G4KE заключается в том, что здесь отсутствуют балансирные валы. И фазовращатель применен только на одном впускном валу у G4KE. Их два. Здесь сами валы хорошие. Масляного голодания они не испытывали, поэтому заменены не будут. И также здесь нет гидрокомпенсаторов. И также в передней крышке установлена вентиляция картера. Вот он масляный слив и колечко. Это на первой модификации было так сделано. Дальше этого не было. Хотя пробег у двигателя достаточно большой и тут уже износ связан просто от времени. Но тем не менее масляный насос достаточно хороший. Видите, как кровь выделяется из-под зубьев масляного насоса. Чуть попозже мы открутим болтик, который держит эту шестерню. И посмотрим и проверим состояние поверхности масляного насоса. Но судя по тому, как вот так все это дело выделяется, состояние хорошее. Кровь двигателя такая уделяется. Причиной стука явились, естественно, задиры. Вот здесь их можно очень хорошо наблюдать. Сейчас мы применим специнструмент под названием ногтиметр. И почувствуем. Да, вот на втором цилиндре особенно хорошо чувствуются задиры. Они здесь даже с двух сторон есть. И с этой тоже небольшие натертости. Ну и соответственно на поршнях мы имеем точно такие же задиры. Вот это поршень второго цилиндра. Наиболее, так сказать, пострадавший товарищ. Остальные чуть меньше, но тоже они есть. Эти кольца маслосъемные, лучше сказать. Да, ну естественно, если начинаются задиры, то я еще пока не встречал, чтобы были живы. Маслосъемные кольца, они здесь все закоксованы. На всех причем цилиндрах. Если компрессионные еще шевелятся, то маслосъемные все заклинило навсегда практически. Вкладыши давайте посмотрим. Ну раз масляный насос в прекрасном состоянии, то и вкладыши имеют совсем небольшой естественный износ. Но при ремонте двигателей они будут заменены на новые, как шатунные, так и коренные вкладыши. Знаете, коренные. Как видите, да, поскольку царапины и задиры на поршнях были не сильные, на стенках цилиндров, то и соответственно частиц вот этого содранного металла попадало очень мало. И здесь на вкладышах следов от них мы практически не наблюдаем. Маленькие-маленькие рисочки, но они несущественны. Слона-то мы и не заметили, так сказать, мы еще не успели вам рассказать про головку блока. Но более подробно мы на ней остановимся чуть попозже, когда ее разберут и продефектуют. Но в любом случае, сейчас она находится в нормальном состоянии, плоскость головки хорошая, не искривлена, фрезероваться она не будет. Но в любом случае клапана будут, головка будет разобрана, клапана будут притерты и заменены маслосъемные колпачки. Это обязательно. Ну и соответственно по окончанию будут отрегулированы зазоры в клапанах. Ну и пока наш блок уехал на расточку, гильзовку и хонинговку, давайте покажем вам состояние выпускного коллектора. Обратите внимание, тут по всей видимости он треснул, ну естественно он треснул. И кустарным способом была произведена его сварка. Вот это неправильно, тут сразу видно, что проварили не очень хорошо, металл не прогрелся и шов лег неровно. Ну, по всей видимости не было другого выхода. Если уж и варить, то варить надо более сильным током. И здесь соответственно катализатор был удален тоже как-то кустарно. И вот это все не очень красиво сделано. Но, тем не менее, это имеет место быть. Значит, по всей видимости и двигатель-то пробежал такой большой пробег из-за того, что был достаточно давно удален этот самый катализатор. И задир он получил уже гораздо позже по причине, в принципе, своего естественного старения. И как пишет интернет по всем правилам у этого двигателя, ресурс порядка 250 тысяч километров. Он к ним практически уже приблизился. Вот он на этом ресурсе и закончился. Хотя есть отдельные экземпляры, которые ездят и по 500 тысяч. Но это должны владельцы за ними очень аккуратно следить, постоянно следить, регулярно менять масло, регулярно чистить радиаторы, чтобы двигатель не перегревался. Поэтому тогда мотор будет ходить долго. В данном случае, видите, не прошел он 500 тысяч, но, тем не менее, достаточно большой пробег у него. Вместо катализатора ввалили туда пламя гасителя. Ну что же, вот наш G4 KG и собран, и установлен на автомобиль. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И владелец изъявил желание еще отремонтировать заодно и ходовую часть, раз машина находится у нас в сервисе. Ну и, соответственно, не обошлось ни без предвиденных трудностей. В частности, закисла втулка на кронштейне гидроусилителя. Вот здесь она ставится. Сейчас будем переделывать. Ну а так будем держать вас в курсе и покажем дальнейший объем работы, потому что его здесь много. Но мы решили пойти нестандартным путем. Зачем вам показывать красивые и новые запчасти, когда и так видно, что они все в прекрасном состоянии? Здесь мы вам решили показать то, что мы заменили на Гранд Стараксе. Включая детали подвески. Вот почему заменили гофру. Обратите внимание, она, видите, порванная. Естественно, была заменена. Резинки, все какие там были, тоже были заменены. Силенблоки рычагов там вначале показывали, тоже заменили. Втулки стабилизатора заменили. Подшипник ступицы заменили. Вон он, перекаты. Слышны. Опоры оторваны. А что вам показывать? Новая, она прекрасная. В прекрасном состоянии. Это он рваная. Поэтому была заменена. Ну, в принципе, да. По году службы и по пробегу тут всем резинкам практически настал капец. Стойка стабилизатора. Показываю. Вот она болтается. Видно? Прям чувствуется. Этот живой, вот этот болтается. Чувствуется. Заменили, соответственно, на двигателе все прокладки, разумеется. Заменили также помпу, чтобы лишний раз в нее не лазить. Ну, судя по пробегу, все равно рано или поздно выйдет из строя. Так лучше это дело упредить, чтобы не было нежданчиков никаких. Термостат, свечи, сальник переднего коленчатого вала. Соответственно, колпачки мастосъемные. Где-то еще один валяется в коробке. Соответственно, поставили новые поршни, новые вкладыши. Заменили цепи. Заменили все успокоители. Коробочка от цепи привода масляного насоса. Поэтому вот как-то так стараемся по максимуму все сделать, чтобы мотор работал долго и счастливо. Пойдемте посмотрим, что с ним происходит дальше. Вот этот кронштейн кондиционера, втулки закисшие. И, к сожалению, обломанный кусочек уха. Заодно и заменили компрессор кондиционера. Старый. Заклинил. Не работает. Пронесли передние стойки. Открыть еще. О, какая красота. Поставим новые. И вторая такая же. Итак, друзья, мы закончили ремонт нашего Гранд Старакса с двигателем G4 KG. Давайте-ка попробуем его завести и послушать, как работает сердце этого автомобиля. Ну, помулясь, запускаем. Я ничего не слышал. Давайте подойдем к капоту и прислушаемся. Сейчас он прогреется до конца и окончательно прогонит жидкость по большому кругу. Но внешне работает достаточно тихо и ровно. Ну, по сравнению с тем, что было, конечно же. Старичок, то у нас опять бодрячок побегает еще, порадует владельца. Также на этом автомобиле был выполнен ремонт подвески. Заменены амортизаторы передние, амортизаторы задние, стойки стабилизатора. Гофра заменена на новую. Остается пожелать только спокойной дороги и счастливого пути. Не забывайте писать комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok